Это встреча на Думской. Меня зовут Елена Еремеева. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о Малиновском районе, о том, какие там сегодня есть проблемы или наоборот радости в Малиновском районе. Сегодня обсудим с Андреем Увашовым, кандидатом в депутаты Одесского областного совета от партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Если открыть страницу на официальном сайте города и зайти в раздел «Малиновский район», там сразу можно целый перечень обнаружить вот этих первоочередных и не очень задач. На ваш взгляд, с чего нужно начинать для того, чтобы жизнь в Малиновском районе у жителей была комфортной? Или комфортнее, чем есть на данный момент? Ну, я не думаю, что проблемы Малиновского района, они какие-то там совершенно индивидуальные отличаются от других районов Одессы. Безусловно, там есть свои особенности по застройке. Это в основном пятиэтажные дома, которым по 50, по 60 лет. Вот. В основном населяют пенсионеры. Это процентов 80, на мой взгляд. Соответственно, вопросы, которые волнуют людей Малиновского района, это вопросы пенсии, тарифов и, соответственно, там реформирования ЖКХ. Такой немолодой район получается, действительно, да? То есть молодежь, тем не менее, там у вас есть футбольная команда, вы делаете упор на развитие молодежи. Да, безусловно. Мы работаем с молодежью. У нас в рамках нашей общественной инициативы уже на протяжении пяти лет работает общественная организация нашей «Черемушки». В основном все жители района уже знают о ней. Вот. Это издается бесплатная газета, которая освещает основные проблемы района, какие-то интересные события. Также работы много с молодежью. Это проводятся лиги, кубки футбольные. Вот последнее там у нас мероприятие было в воскресенье. Порядка 200 ребят играло в футбол. Сейчас мы проводим командное соревнование на этой неделе в воскресенье между «Черемушками» и «Ближними мельницами». Также у нас инициатива там секции «Самбо» там мы бесплатно будем для ребят делать. Ну, это там хендмейт и прочее. С молодежью много работаем. Все же давайте к проблемам вернемся района. На каких, какими бы вы назвали самыми больными местами в Мальновском районе, на что нужно делать особый акцент? Вот прям вот так по списку давайте. Вот, например, состояние там парадных. Возьмем и каждый тезис на обсудим. Тут надо разделить на две части, потому что состояние парадных в первую очередь зависит от собственников. Если это ЖСК или ОСМД, то практически все у них… А в каких домах все же лучше? Вот те, которые на балансе у ОСМД или у подведенных служб? Ну, кооперативы, вот ЖСК, то, что я говорю, это старая форма владения домом, когда люди изначально предполагали, что они собственники своего дома. Не только квартир, но и там сетей. И домовой территории. Да, и как бы эти дома в достаточно хорошем состоянии. Есть дома новые, которые сама организовали, создали ОСМД, Общество совладельцев многоквартирных домов. У них тоже все достаточно хорошо. Есть просто идеальные дома, когда приходишь там и общаешься с людьми, то они говорят, у нас вообще нет никаких проблем. Но это удивительно слышать. В то же время ЖСК, которым по 50, по 60 лет, проблема там начиная с фундамента, заканчивая крышей. То есть вот просто это можно перечень там из 100 пунктов составить. Можно говорить о том, что ОСМД на сегодня это некая альтернатива ЖЭКам? Это даже не столько альтернатива. Это единственный выход, я считаю. Потому что как бы второй альтернативы даже и не существует. Как, наверное, уже многие знают, это уже притча во языцах. 1 июля 2015 года был принят закон об особенности управления ОСМД, по которому четко определен порядок. И самое главное, срок, по которому люди либо самоорганизуются, либо они останутся там в ситуации не очень хорошей, я расскажу в какой. Значит, дается год до 1 июля 2016 года, при котором люди должны создать ОСМД, либо есть еще одна форма, но она недостаточно конкретно прописана в законе. Либо тогда муниципальные власти через своего уполномоченного лица предложат управляющую компанию, которая будет от лица жителей управлять ими. Такой себе частный ЖЭК, который будет устанавливать тарифы, соответственно, и управлять. Вам этот вариант, я так понимаю, не очень нравится, да? Ну, кому приятно и удобно, чтобы им управляли. То есть и фактически... А эти компании, они будут навязаны как-то? Да. То есть это будет обязательная мера? То есть у людей фактически существует два выхода. Первый выход – ничего не делать, и фактически их перейдут к такому частному ЖЭКу. Это может быть реформированный ЖЭК, который существовал, это может быть компания посредник, которая заложит свой интерес какой-то и будет работать с прежним ЧАК, с ЖЭКом. Либо это может быть компания, которая профессионально оказывает вот такие вот управленческие услуги, и опять же у нее цель – заработать. Соответственно, там тарифы в этом случае, скорее всего, поднимутся. Государство уже в той или иной мере, как оно контролировало ЖЭКи, контролировать их вряд ли будет. Поэтому и отсутствие контроля, и отсутствие контроля за тарифами в этом случае, потому что это будет все-таки частная компания, будут утверждаться тарифы. Но все равно цель частной компании, прежде всего, как мы понимаем, это – зарабатывать деньги. То есть получается, что и так немаленьким тарифом на сегодня добавится еще некий процент, который… Возможно, да. А люди, ну вот жители понимают это? Не все понимают, значит, у нас все время, там, ну, большинство из нас родом из Советского Союза, там, и годами у нас воспитывалось общество потребителя, при том, что предполагало, что есть государство, кто-то, кто должен о вас заботиться, ваши проблемы решать. Все, сейчас мы столкнулись с тем, что есть, появляется там частная собственность, и люди должны самостоятельно, если они хотят решать проблему, взять свою судьбу в свои руки. К сожалению, вот пенсионеры, это основное там население, там, Черемушек, Малиновского района, Ближних Мельниц, они, к сожалению, там, еще не пришли к этому. Может быть, тогда стоит им помогать? Этим мы занимаемся, мы вот за несколько месяцев провели буквально там несколько сотен встреч, к нам приходят в приемную, там, порядка, там, 30-40 людей в день в общественную приемную на Малиновского, 71, и мы не стесняемся, ходим по дворам, общаемся с жителями города прямо на месте. Вот, фактически это там несколько тысяч у нас, как бы, людей, с которыми мы пообщались. И, к сожалению, там, 90% людей слышали что-то об этих нововведениях, но не понимают, как к ним подступиться. И вот это вот один из основных вопросов, которым мы уделяем все свое время, вести первое, там, разъяснительную работу, объяснить, что если люди это не сделают, то это сделают за них, самоорганизуют их. И тогда это для них станет такой неожиданностью и не всегда приятно. Да, то есть никто даже не понимает, как это фактически будет работать, но мое мнение, что это точно не будет очень хорошо для них. Потому что пример, когда есть у вас МД рядом или кооперативный дом. Но когда дорого, это всегда не очень хорошо, когда дороже, чем на основном рынке. Вряд ли найдутся альтруисты, которые будут заботиться о конкретном доме по улице, например, Филатова, думать о нем, не стремиться зарабатывать деньги, качественно выполнять услуги и все. Потому что там есть еще одна норма в законе, по которой после того, как вам назначают управляющую компанию, если жители не самоорганизовали за это время, не подали заявление, договор на 11 месяц автоматически пролонгируется на следующий год. То есть единственный путь – это создать свой СМД. Создать свой СМД и не все понимают, как это сделать. Вот наша задача у нас работает там группа юристов профессиональных, которые помогают в этом вопросе абсолютно бесплатно для жителей Малиновского района. Пожалуйста, обращайтесь. И фактически там это не настолько сложно. Самое главное – то, чтобы было желание и понимание, что это необходимо. Другого варианта нет. После этого три человека, инициативная группа приходит к нам, и совместно с нашими юристами мы шаг за шагом проходим эту процедуру. Буквально за руку берем людей и ведем. Также не все понимают, как оформлять субсидии. Вы также проводите какие-то работы. У нас уже очень много по этой теме наработок есть. Тут проблема тоже многогранная. Первое. Во-первых, не все понимают, что такое субсидия до сих пор. То есть многие путают это с льготами. Во-вторых, ситуация субсидий обросла большим количеством мифов, каких-то домыслов, вообще невероятных каких-то историй. И третье. Есть люди, которые столкнулись с моментом получения субсидий, но в силу тех или иных причин они ее не получили. Соответственно, на этих встречах из тех людей, которые получили субсидии, у них все в порядке, они в основном молчат. А вот те, у которых в силу тех или иных причин либо ее не получили, либо слушают рассказы каких-то недобросовестных наших граждан, они это громко заявляют и, соответственно, остальных людей тоже сбивают с пути истинного. Наша задача разъяснять и помогать с этими субсидиями. Ну вот ваше личное мнение, субсидии оформлять нужно? Это просто, я считаю, необходимость и долг. При тех тарифах, которые будут, опять же, не все еще понимают, что сейчас будет отопительный сезон, и цена за отопление централизованного будет под 17 гривен. 16,77, если не ошибаюсь, там в копейках. Соответственно, для 50-метровой квартиры это 850 рублей. При нашей пенсии, если живет один пенсионер, это фактически неподъемные деньги. Ну, пока вы, вероятно, не столкнулись с проблемой. Да. Потом будет поздно, ведь этот процесс занимает длительное время. Самое главное еще, субсидия начисляется с момента обращения, поэтому нельзя тянуть, чем раньше вы обратились, тем, соответственно, вы ее быстрее получили. Процедура максимально упрощена, всего две бумаги, никаких справок, ничего не надо. Две бумаги заполняются. Будем надеяться, что все усмеют вовремя. Автостоянки тоже такой вопрос, мне кажется, насущный, потому что по количеству населения Малиновский район занимает третье место после Таирова и поселка Котовского. Как эту проблему решаете? Сколько стоянок? Хватает ли и что с машиной? Безусловно, не хватает. Проблем очень много. Машины кидают во дворах. Эта проблема еще цепляет за собой другую проблему. Недостаточная освещенность внутридворовая, соответственно, это порождает преступность уличную. Грабят и машины, срывают цепочки. В общем, такая криминогенная ситуация. Потихоньку эта ситуация начинает налаживаться. Там проводится освещение. Улицу Малиновского сейчас, если вы знаете, электрифицируют по новым опорам и новыми светильниками. А вот сами парковки, они как-то оснащены так, как должны быть оснащены? Их сколько там? Порядка 80 листа парковок? Где-то так, я конкретно не считал, но там парковки есть. Тоже они не оснащены. Если говорить о платных парковках, то далеко не всегда у них существует разметка, которая положена. Количество паркоматов должно соответствовать определенному количеству. Машины это тоже не соответствует. Вы этим вопросом тоже занимаетесь? Это вопрос, скорее, городской. Мы ведем юридические вопросы, потому что к нам очень много обращаются и по подобным вопросам тоже. И мы ведем разъяснительную работу, составляем запросы, обращения и помогаем им. Жилой фонд сегодня в Малиновском районе в каком состоянии? Строится что-то новое, ремонтироваться старое? Строится несколько новых комплексов, но в основном 90% фонда этого изношенного. То есть фактически он уже там пережил свое и сейчас это в связи с новым законом просто ляжет на плечи жителей. То есть они должны будут сами ремонтировать дома и никаких средств ни из гор, ни зобу бюджетных не выделяют? Хороший вопрос, потому что очень часто нам говорят, мы прожили в этих домах очень много лет, мы платили исправно СДПТ. Почему нам государство не отремонтирует эти дома? Существует норма, которая звучит следующим образом. При передаче дома с баланса на баланс, предыдущий балансодержатель обязан осуществить капитальный ремонт. Так вот люди понимают немножко неправильно и говорят, что давайте вы нам сделаете вначале капитальный ремонт, ну вы это я имею ввиду муниципальные власти, и только после этого мы возьмем дом на баланс. Ну самоорганизуемся, создадим СМД. Так вот, им вначале надо создать ОСМД, зарегистрировать, после этого создается комиссия предыдущего балансодержателя. Оценивается состояние. Оценивается состояние, составляется акт. Мы рекомендуем сделать экспертизу, чтобы это были достоверные данные. И после этого у них появляется право требовать капитальный ремонт. Но это очевидно тоже не все знают, нужно объяснять, рассказывать. Безусловно, то есть это... Если к частному сектору перейти, были проблемы, зная свой вызов мусора, как на сегодня там ситуация с этим. Проблема не только частного сектора, в принципе там всего микрорайона, потому что на Малиновский район огромная нехватка контейнеров и баков. То есть по разным оценкам от 70 до 200. Плюс к этому частный сектор, зачастую, если он граничит с высотной застройкой, они выкидывают свой мусор в контейнера высотной застройки. Соответственно, недовольны ни те, ни эти. Также есть еще вопросы непосредственно культуры жителей, потому что эти контейнеры сжигают, увозят, отламывают. То есть, ну, фактически, там, действительно, это колоссальная проблема для района. Я считаю, что городские власти в самом ближайшем времени должны этот вопрос решить. Потому что жалоб на это очень много, действительно. О приятном давайте поговорим. Реконструкция аллеи на Черемушках была. Расскажите, почему возникла необходимость там уже совсем, насколько я понимаю, и ходить, и пройти, и проехать нельзя было мамам с колясками, например? Это наша общественная инициатива в рамках нашей общественной организации. Значит, существует центральный рынок Черемушки в Малиновском районе. И при выходе из него есть аллея, которая, честно говоря, не знаю, сколько она не ремонтировалась, но она 7,5 метров шириной, а фактически люди идут по бровке, потому что пройти по центру невозможно. Пенсионеры идут с тачками, на которых они возят продукты. Они вынуждены их нести, опять же, в руке, когда переходят через эту аллею. Ну, с коляской тоже пройти нереально. И уже несколько людей к нам обратились, когда мы поняли, что этот вопрос действительно актуален. Мы поставили наших волонтеров, и они буквально за несколько дней собрали более тысячи подписей, что это необходим ремонт этой аллеи. И мы в рамках нашей общественной инициативы делаем эту аллею, укладываем красивые тротуарные плитки. А финансовые откуда берете? Кто финансовый? Активисты, волонтеры, есть предприниматели, которые тоже к этому вопросу неравнодушны, которые проживают на этом же районе и ходят через эту же дорогу. Но они пожелали остаться неизвестными, их имена никто не знает, да? Нет, имена это в нашей общественной организации, пожалуйста. Но эти люди там не считают нужным даже себя афишировать. Они просто делают это на благо всех. Теперь там красиво? Еще нет, это в процессе, эта работа, она закончится где-то в середине октября, но буквально через неделю. Там будут скамейки, клумбы с цветами, подрезаны деревья, будет освещение. И в дальнейшем, если окружающие жители захотят, мы совместно с ними высадим деревья, так как мы делаем часто на субботниках. Кстати, вот про деревья. Черемушки – это самый зеленый массив у нас в городе. Что делать для зеленения, для поддержания вот этого уровня количества зеленых насаждений? Ну, могу сказать, что делаем мы. Мы устраиваем периодически субботники. Последний субботник был у нас на улице рекордный. Мы высадили березы и много деревьев. Высадили целую алию. Безусловно, этот фонд надо пополнять. То есть тут две проблемы, опять же. Существуют старые деревья, они находятся в аварийном состоянии, особенно тополя. Сыпятся старые ветки, какие-то деревья уже умерли, их необходимо там спиливать и подсаживать. К сожалению, я особо не вижу этого процесса. Но то, что мы можем делать самостоятельно, мы это делаем. А акции? Кто в этой акции участвует? Это жители местные? Вы как-то инициируете, оповещаете? Инициируют местные жители, приходят наши активисты и подключаются местные жители. Но соотношение, к сожалению, что это где-то там три к одному. То есть на три наших активиста-волонтера один местный житель. Хотелось бы, чтобы это было наоборот. Хорошо, а где волонтеров тогда набираете так много, чтобы успевать все? Приходят очень многие люди к нам в приемную с разными инициативами. Инициативы совершенно разные. От того, чтобы какие-то спортивные мероприятия проводить, люди готовы в них сами участвовать, организовывать, вести эти мероприятия. Вот, например, курсы по хендмейду так у нас родились. Пришла девушка, которая сказала, что я готова уделять время детям. Пожалуйста, мы вот это вот делаем. Потом по самбо также к нам пришли. То есть очень много людей, которые на самом деле неравнодушны и как минимум свое время готовы тратить на вот такие общественные инициативы. О политике давайте немного тогда поговорим. Вы кандидат в депутаты в областной совет от партии «Солидарность». Как пришло это решение? До этого вы были просто руководителем ячейки партии. И теперь вы будете потенциально депутатом. Что вас на это сподвигнуло, подтолкнуло? Ну, это нельзя сказать, что это было такое сиюминутное решение. Я, наверное, шел к этому на протяжении пяти лет. Пять лет назад была создана общественная организация. Я предприниматель, всю жизнь занимаюсь бизнесом, 16 лет. И пять лет назад создал общественную организацию с моим товарищем. А организация занимается такой общественной деятельностью, помогая инвалидам, ветеранам, детям. И в рамках общественного этого проекта я понимаю, что далеко не все вопросы, которые необходимо решать, чтобы делать жизнь нас, наших соседей и жителей района, лучше. К сожалению, у нас не хватает полномочий. То есть для того, чтобы их получить? Конечно, да. То есть общественные какие-то мероприятия мы как проводили, так и будем проводить. Это не связано с выборами. То есть это как бы наша общественная инициатива. А для того, чтобы глобально решать какие-то вопросы, необходимо полномочия, безусловно. Смотрите, мы вот прошли по целому списку этих глобальных, как мне кажется, вопросов. И они, по сути, являются отражением тех проблем, которые не только действительно в Малиновском районе, но и в целой стране происходят. И также бывают по-настоящему тяжелые случаи, когда чиновники за решение проблем не берутся каких-то, но сознательно не берутся или просто не могут. Готовы ли вы лоббировать решение этих проблем на высшем правительственном уровне, в парламент подавать какие-то законопроекты или изменения в них? Как-то влиять на структуру целую, не только локальную? Вы несколько вопросов затронули. Первый вопрос, если чиновник не выполняет свои обязательства, фактически это слуга народа, который некачественно выполняет свои функции, то такого чиновника, безусловно, надо менять, инициировать. И в первую очередь должна инициатива исходить от жителей. Когда жители молчат, предполагается, что все нормально, все устраивает. А они молчат часто, потому что даже не знают, кто у них депутаты ответственны за решение тех или иных проблем. Безусловно, они должны с инициативы выходить на своего городского депутата, на своего областного депутата, инициировать, что есть проблемы. Тогда как минимум интересоваться его фамилией. Да. Касаемо каких-то законодательных инициатив, сейчас происходят местные выборы, и поэтому глобальные инициативы парламентские, если вы имеете в виду, то это должны делать депутаты Верховной Рады. Нам бы разобраться с местными проблемами. Но вот на том уровне лоббировать местные проблемы, вы готовы, вы имеете вот этот заряд импульса? Моё мнение вообще, что как раз местные выборы и призваны, чтобы у жителей микрорайона конкретного или округа, чтобы появился свой представитель, который конкретно будет представлять их интересы. Это и есть представительство в областном или в городском совете. Соответственно, представлять не просто отсиживать своё время или тешить какие-то личные амбиции, а что он должен получать обратную связь от своих избирателей, которые оказали ему мандат доверий, и, соответственно, продвигать те решения, которые необходимы именно конкретно этому микрорайону. Лично вы уже эту обратную связь получаете. Вы ещё не депутат, но, вероятно, им станете. Чувствуете вот этот уровень доверия или просто контакта с вами некого? Да, да. Чувствую уровень доверия. Некоторые люди настроены просто агрессивно, неважно, какой политической партии ты принадлежишь или куда. То есть просто люди разуверились, и действительно это проблема, наверное, нашей страны, потому что выборы у нас как национальный спорт чуть ли не ежегодный, и поэтому уже люди разуверились, что что-то можно поменять, нельзя их в этом винить. В то же время очень многие люди, зная, чем мы занимались пять лет, не связаны с политикой, доверяют нам и условно дают напутствие. Удачи вам желаю. Напоминаю, что в студии у нас сегодня был Андрей Вашов, кандидат в депутаты областного совета от партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко. Это были встречи на Думской. Я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»